Всем привет, друзья! Сегодня у нас вторая часть серии туторов по креативам в Unreal Engine с нуля. И сейчас я пока летаю по сцене, по левелу из Assetville Pack'а и пытаюсь понять, какие домики выбрать для главного героя. Какой основной дом подобрать. И сейчас я вот скидываю что-то в сцену, примеряю и решаю выбрать один из этих двух домов. Я уже предварительно полчаса примерно полетал по карте, подумал, повыбирал и думаю, что так и остановлюсь на вот этом самом доме с пристройкой. Правда, мы с вами еще будем его кое-как переделывать немножечко. Еще хочу сказать, что в сегодняшнем туторе мы будем собирать статику от начала до конца и получается в следующем уроке мы уже приступим к анимации. Сегодня у нас статика, настройка света, немножечко еще поиграемся и доработка кое-каких материалов. Ну, те, кто подписаны на наш телеграм-канал, уже видели, какой будет результат сегодняшнего тутора, так что подписывайтесь на телегу. Также у нас есть бусти. Сейчас я закинул домик в сцену. Еще я его предварительно продублировал, потому что сейчас я подумал, что буду изменять его средствами Unreal Engine. Потому что в Unreal Engine есть некоторые функции для работы с моделированием. Сейчас мы о них еще поговорим. А для того, чтобы активировать эти функции, вот сейчас у меня уже есть Modeling Mode, но вам нужно пойти в Plugins, написать в поиске Modeling и найти несколько таких полезных плагинов, которые вам в будущем еще пригодятся. Modeling Tools Editor Mode, Skeletal Mesh и Static Mesh. Далее перезагружаем Unreal. Сейчас я пытаюсь найти нашу главную карту. И теперь, когда мы выбираем наш домик, у нас есть вот эти самые Modeling Tools. Или Modeling Tools. Здесь я не буду разбирать пока что по отдельности все эти Tools, которые у нас есть. Я просто открываю вкладочку Poly Model, Poly Edit. И здесь, в этой вкладочке, мы работаем с какими-то заготовленными пресетами из полигонов, группами полигонов. Как видим, здесь у нас этих групп не очень много. Поэтому я перехожу в более простой режим. Следующая такая вкладочка Tree Model. Здесь мы работаем с треугольниками. Просто можем выделять их массово и, допустим, удалять какие-то ненужные треугольники. Сейчас я пытаюсь удалить вот эту часть пристройки. Выделяю, удаляю. Выделяется не все как нужно. Работает как будто бы режим прозрачности, но не до конца. И видим, что Unreal Engine сломался, вылетел. И я все-таки по итогу решаю, что мне проще кастомизировать этот домик в том же Blender. Вы можете сделать это в любом 3D-редакторе, в котором вы работаете. Также я еще раз присматриваюсь ко второму домику, чтобы окончательно решить, что редактировать я буду именно этот самый первый дом. Сейчас мы перейдем к экспорту этой модели в 3D и расскажу о том, какие штуки нужно учесть при экспорте. Я нажимаю Browse to Asset, чтобы найти его в Content Library, в Content Browser. И далее правой кнопкой мышки, экспорт. Выбираю, куда сохранить. Сохраняется fbx-файл. Вполне себе рабочий. Но интересная штука, что здесь в fbx-файле у нас не будет текстур вложенных. По крайней мере, насколько я знаю. По крайней мере, в Blender они не подгружаются. Поэтому я здесь выбираю у нашего домика вложенный Static Mesh Component и смотрю, какие материалы на нем стоят. Здесь целая куча материалов. И сейчас я, наверное, в ускоренном режиме повыбираю каждый из этих материалов, установленных на этот дом. И из каждого из этих материалов я сохраню текстуру. Просто для того, чтобы в Blender натянуть все эти текстурки и более четко понимать, какие части дома нам не нужны. И, ну, как-то просто для наглядности я экспортирую все эти текстуры и буду работать с таким более наглядным вариантом. Вот. Сейчас я выбираю каждый из этих материалов. Внутри этого материала я нажимаю на «Показать, где лежит текстура». И сохраняю затем эту текстуру, точно так же «Экспорт» и указываю папку, куда ее сохранить. «Asset Actions», «Экспорт» и выбираем папку на компьютере. Здесь у многих материалов они у нас представлены в виде «Инстанс» материалов. Это, то есть, не сам по себе материал, а его такой «Инстанс». Об этом мы тоже еще потом поговорим. Сейчас нам это не нужно. Мы собрали, значит, все текстуры и FBX нашего домика. Я это все закидываю в какую-то папку и загружаю сейчас все это в Blender, чтобы там из этого несуразного немножко дома сделать что-то более подходящее под мое видение домика в нашем креативе. Делаю «Импорт FBX» и здесь я немножечко поподробнее расскажу, в каком виде вообще это экспортируется. У нас экспортируется отдельно такая коллизия, которая нам не нужна. И помимо этой коллизии сам, собственно, Mesh, он сохраняется в виде всех лодов. То есть, лод 3, лод 2, лод 1 и лод 0. Нам нужен только лод 0, потому что что такое лод? Это такая система упрощения объектов в зависимости от того, насколько далеко находится камера. Ну, это такая достаточно популярная система, которая, кстати говоря, потихоньку, наверное, пойдет, в принципе, ее использование на убыль, по крайней мере, в Unreal Engine 5 с его технологиями на НИТ и прочее. А сейчас я просто захожу в каждый материал этого домика и по названию материала присваиваю ему нужную текстуру. Это я сейчас делаю просто для наглядности. Я это все показываю в ускоренном режиме, потому что каждый, наверное, в какой-то 3D-программе умеет работать и знает, как, в принципе, присвоить материал, текстуру, моделька. Сейчас я вот пытаюсь разобраться. Тут какие-то из материалов немножко неправильно экспортировались. Чуть-чуть настроил, чтобы было нагляднее. И средствами блендера подчищаю ненужные какие-то элементы от этого дома. Оставляю только ту часть, которая мне нужна. И также я еще немножко сделаю его покороче. С помощью Knife Tool я прорезал насквозь дом. Прорезал несколько коряво и там пытаюсь немножко пофиксить этот момент. Я здесь вообще не вдаюсь в детали, как что происходит, потому что я думаю, что у каждого из вас, наверное, есть бэкграунд в какой-то 3D-программе, из которой вы пришли в Unreal Engine. По крайней мере, в рамках наших туторов по созданию креативов. Если Unreal Engine это ваша первая программа и вы прям не шарите в каких-то 3D-редакторах, то советую вам посмотреть базовый курс по тому же блендеру, потому что блендер бесплатный и он отлично годится. В принципе, он отлично годится как отдельный инструмент. Я на нем несколько лет работал. И еще лучше годится как подспорье для Unreal Engine, чтобы редактировать какие-то 3D-объекты и чинить то, что чинится долго, скажем так, в Unreal Engine. Сейчас я все еще подправляю модельку нашего дома. Фикшу какие-то моменты, но не слишком дотошно, потому что не все эти детали будут видны. Я просто пофиксил то, что прям бросается в глаза. Все остальное, я думаю, выглядит вполне себе сносно. Теперь я экспортирую точно так же в FBX. Так. И сейчас я загружу в Unreal Engine наш измененный домик. Для начала создам папку. Назовем ее Trailer House Changed. И, как обычно, drag-and-drop перетаскиваем наш измененный уже домик. Также я сперва нажал Do Not Create Material, потому что я надеялся, что мы изначальный материал очень легко поставим в нужные слоты. Но тут я вижу, что слоты с материалами никак как бы не подписаны. И, помимо этого, они еще и, ну, само собой они не подписаны, так еще и они в порядке не совпадают с оригинальным домиком. То есть я вот попытался в том же порядке накинуть материалы в соответствующие слоты. Но получилось так, что порядок не совпадает. И поэтому мне сейчас нужно будет удалить этот домик и перезагрузить его по новой в Unreal. Но на сей раз уже выбрать опцию Create New Materials. Вообще что-то совпадает как бы, но как-то оно не совсем складно что ли. Очень странно накладывается. Поэтому сейчас я удалю его и по новой импортирую. Только на сей раз выберу Material Input Method Create New Materials. И вот у нас теперь, помимо Мэша и его текстур, создались еще и материалы. Создались. И над каждым из этих материалов мы, наверное, еще немного подшаманим. Чтобы они стали либо ближе к оригиналу, либо, ну, выглядели более сносно. Я вот еще попытался натянуть вместо вновь создавшихся материалов, материалы из оригинала. Но мне это не понравилось, как это выглядит. И я пока оставил материалы из оригинала. Также я сейчас заметил, что центр Pivot Point объекта, он расположен немного не там, где нужно. Но нам это пока не мешает. Может быть, в дальнейшем я его еще смещу, чтобы показать, как это сделать. Сейчас я просто открываю все новосозданные материалы и как-то сравниваю их с теми материалами, которые были в оригинале. И также я еще заметил, что тут текстура Metal, допустим, и текстура Roughness у одного из материалов Color Palette, который называется, отсутствует. И поэтому я вставляю их из оригинала и сравниваю, что у нас поменялось. Также я тут цвет вставляю в Roughness, хотя в оригинале у нас Alpha из текстуры вставляется в Roughness. Я этого не заметил и сейчас поправлю этот момент. Я думаю, что то, что сейчас происходит, какая-то местами ускоренная съемка, вам это не должно мешать, потому что какие-то из этих моментов я уже объяснил, а какие-то это такие больше механические действия, перескакивание с одного материала на другой и сравнение их между собой. То есть я вот немножечко уменьшил Roughness. И, в принципе, пока это выглядит сносно. И можно двигаться дальше. Так. Сейчас я примеряюсь к сцене, смотрю, где что будет лежать. И думаю, что сейчас я выровняю этот домик относительно того, что вражеский домик будет лежать как бы напротив. Но перед этим я присматриваюсь к материалам, предметам. И я сейчас выбрал наш молоток, Hammer. Сменил его Mobility с SoStatic на Movable. Это нужно для того, чтобы его можно было присваивать каким-то движущимся объектам. А теперь я открываю скелет нашего героя. Смотрю, как называется кость руки. Как называется, кость руки, к которой нам нужно привязать этот молоток, приснепить. И я вижу, что здесь есть Big Air Hand. К этой самой кости мы его и привяжем. Просто перетаскиваю drag and drop этот один объект на другой, на нашего персонажа. И у нас сразу же спрашивает, к какой кости привязать. После того, как мы привязали, я сбрасываю координаты нашего молотка. И он уходит, скажем так, выравнивается прямо с косточкой руки. Теперь нам его нужно развернуть и немножко подвинуть, чтобы он не прямо на запястье был, а именно в кулачке держался. Сейчас я его немножко подкручу еще и немного еще, наверное, уменьшу в размерах. Тут я меняю снайпинг поворота с 10 градусов на 5. Я вообще не люблю полностью отключать снайпинги. Отключаю их полностью только, когда нужна какая-то прям такая ювелирная работа поворотов или там смещений. Вот я уменьшил немножко скейл нашего молотка до 3, с 3,5. И теперь думаю, что он достаточно большой или достаточно маленький. Вот более-менее сносно сидит в руке. Вообще, ювелирная точность нам здесь не нужна, потому что камера не будет облетать его, наверное, со всех сторон и вглядываться ему в руку. Вот. Разобрались с персонажем, с его молотком. И давайте теперь я пока просто закину в сцену наших гоблинов и посмотрю, как они смотрятся. Увеличу размер до 2. Продублирую их с помощью перетаскивания с зажатым альтом. У нас происходит дублирование, ну, как и во многих софтинах. Вот у нас лежат 3 этих гоблина, но сейчас они сливаются с зеленым полом, поэтому мы впоследствии что-то с ними сделаем. Пока я давайте еще немножко покручу разные параметры света. И помимо этого я добавлю в сцену такую вещь, которая называется Post Process Volume. Просто пишем Post, выходит Post Process Volume. И еще в настройках сразу же указываю Unbound. Это нужно для того, чтобы этот Post Process Volume работал во все стороны, независимо от его размеров. А что он делает? Он осуществляет постобработку, такую как экспозиция, какие-то эффекты, работа с цветом и прочие другие штуки, о которых мы сейчас так вкратце поговорим и будем их еще корректировать. Сейчас я вот меняю типы экспозиции, пытаюсь ее настроить под нашу сцену. Обычно я выбираю либо After Exposure Histogram, вот эту вот экспозицию, либо я выбираю After Exposure Basic. В этот раз мы остановимся на, скорее всего, Basic. Ну, пока оставим как есть. Давайте я включу еще Chromatic Aberration. Это, вы, наверное, все знаете этот эффект, хроматическая аберрация. Это когда края камеры, они как бы размываются по... Создается такой эффект, как будто бы вы смотрите 3D-фильм без 3D-очков. Такой вот красно-синий 3D-фильм. Я сделал Intensivity в чуть больше единицы и Start Offset еще немножко подкрутил. Start Offset это такое, это то, откуда начинается эта аберрация. У нас либо вся сцена в этой хроматической аберрации, либо происходит Offset и какая-то часть от центра сдвигается. То есть у нас в центре нет сейчас хроматической аберрации. Вот. И я поставил 0,5. То есть у нас где-то с середины кадра будет начинаться вот этот эффект. Также я сейчас не озвучил одно действие. Я там в настройках отключил сетку пола. Так, Dirt Mask, о ней мы еще поговорим попозже. Разные-разные эффекты есть, которых вы можете где-нибудь посмотреть, почитать. Но сейчас я рассказываю конкретно о тех вещах, которые мы здесь используем. Global Illumination Method Lumen ставлю. Reflections Method Lumen. Но, в принципе, я могу этого не ставить, потому что в проекте по дефолту и так стоит Lumen. Если я не ошибаюсь. И Color Grading. Я немножко играюсь с цветом. Прямо в самом проекте. Прямо в Post Processing Volume. Хотя, конечно же, это можно сделать уже на посте, на постобработке, где-нибудь в авторе, когда вы финалите ваш проект. Можете уже там подкрутить цвет и прочие штуки. Но я люблю крутить это сразу же здесь, в Unreal Engine, для того, чтобы это было просто работать с более готовым, наглядным проектом. К тому же, это как-то не замедляет работу во вьюпорте и все такое. Я немножко поднял контраст и поднял еще немножко так, еще что-то. Интенсивность света немножко убавляю. И сейчас я, наверное, в течение минут 10 или около того, я буду крутить туда-сюда параметры света, параметры солнца, параметры skylight. Я делаю skylight немного более насыщенным, чтобы затененные участки, которые подсвечиваются этим самым skylight, ну, тени от солнца, они как бы у нас же подсвечиваются skylight, чтобы они стали немножко синее. И сейчас же, еще видите, когда я интенсивность света делаю маленькой, через какое-то время яркость картинки все равно становится большой. Это потому, что у нас стоит автоматическая экспозиция в постпроцессинг-волюме. То есть в Unreal есть такая автоэкспозиция, которая не дает картинке быть слишком тусклой, даже если там мало света. Сейчас я снова кручу наше солнце, пытаюсь поймать какой-то угол, при котором герой и гоблины и все остальное не будет слишком пересвечено и будет выглядеть как-то сносно. Индирект лайтинг интенсивити у нас отвечает за количество отраженного света в люмине, либо в каком-то стандартном raytracing, то есть насколько сильно будет осуществляться отражение света от других поверхностей. И также сейчас я уменьшу количество тени, то есть здесь можно регулировать shadow amount, то есть насыщенность тени от нашего солнца. Я не люблю оставлять это в единичку, поэтому я опустил до 0,9, чтобы тень была чуть более светлая. Я снова теперь возвращаюсь в color grade, поиграюсь с контрастом, с насыщенностью, для того, чтобы картинка выглядела более сносной, без какой-либо постобработки вовне. Немножко понизил экспозицию. Я сейчас все это как бы комментирую, но на самом деле это такие машинальные действия, когда вы все туда-сюда крутите до тех пор, пока это не выглядит красиво. Теперь я зашел в материал нашего персонажа, и здесь я выставлю specular на 0, потому что мне вообще не нужно, чтобы он как-то ярко отражал свет, потому что он выглядит каким-то слишком тусклым. Впоследствии, в самом конце, сейчас будет небольшой спойлер, я вообще сменю цвет рубашки нашему герою, но пока что я пытаюсь не менять этот цвет рубашки и поиграться как-то с готовой текстурой. Сейчас я ничего не сказал, но я потянул RGB проводочек, написал lerp, и появился такой вектор, вернее появилась функция смешивания двух цветов между собой. Lerp у нас в Unreal это такое сокращение от Linear Interpolation, то есть линейная интерполяция между как бы двумя цветами, цвет A и цвет B. И в зависимости от того, какая стоит альфа, у нас доминирует либо цвет A, либо цвет B. То есть я поставил оригинальную текстуру, тупо черный цвет и альфа 0,3 или 0,1. Как я создал черный цвет, я в первом уроке как-то упоминал то, что зажатая единичкой левая кнопка мышки, кнопка мышки создает у нас значение float, двойка и левая кнопка мышки создает у нас значение вектор 2, а тройка и левая кнопка мышки у нас создают вектор 3, то есть вектор 3 в данном случае это цвет. То есть я просто нажал 3 и левую кнопку мышки и появился у нас там цвет. По дефолту он черный. Вот и черный мне собственно был нужен. Я даже не ставя на паузу все это говорю, потому что сейчас происходит куча таких машинальных действий, каких-то вращений туда-сюда света и прочего. Я не стал сокращать этот момент, потому что что-то все-таки интересное происходит здесь и это все я комментирую. Вообще вся эта статика в этом ролике получилась примерно за 3 часа времени, то есть если провозиться еще несколько часов, то можно добиться намного более крутой картинки, но я записал как бы 3 часа видео, сократил это до чуть больше чем час и добился таких вот достаточных результатов для объяснения того, как вообще мы строим всю эту статику. Сейчас я все-таки дошел до того, чтобы наше солнышко сделать немного более теплым, а наше небо сделать немного более синим еще, чтобы был такой контраст между холодным и теплыми цветами. Холодное у нас получается небо, заливающий такой свет, а теплый это солнце. Ну а вообще можно брать всякие разные готовые проекты и просто Ctrl-C, Ctrl-V копировать готовое освещение с одного проекта в другой и это все потом как-то изменять. Потому что ну в данном случае я тоже же весь этот цвет скопировал из готового пресета игрового проекта и потом уже начал редактировать, как вы помните из первого урока. Ну а можно прям вообще красивые какие-то пресеты находить, можно вообще HDRI добавлять в небо, но в данном случае я не хочу использовать HDRI, я использую просто цвет цвет. Так, теперь я добавлю забор, потому что как вы помните из нашего сценария у нас вокруг дома стоит заборчик. Я написал в поиске Fence и нашел кучу разных заборчиков в этом самом Acidville Pack. Первый забор, который мне приглянулся, выглядит вот так. В конечном итоге я буду использовать другой забор, но пока оставлю как есть. Сейчас я, кстати, кручу Source Angle и Source Soft Angle у солнца, пытаясь смягчить тени. И тени в зависимости от того, Static, Stationary или Movable стоит у нас тип освещения, они немножко меняются, потому что в том же самом Lumine, а Lumine, как это называется, активируется только если солнце у нас подвижное. Если мы ставим Static или вроде даже Stationary, то у нас освещение Lumine от солнца, оно портится. То есть нужно ставить Movable. И насчет того, как сделать, чтобы эти тени были такие вот мягкие и все такое. К этому я думаю, что если будет время, я либо отдельный тутер запишу, либо в одном из следующих видео расскажу, потому что это такой достаточно интересный вопрос. И вот сейчас я даже кручу какие-то параметры, у меня не совсем получается. Потому что мягкие тени от солнца, это вообще какой-то отдельный вид искусства в Anrile. И это немножко заморочка, по крайней мере для меня. Если вы умеете как-то быстро и круто настроить мягкие тени от солнца в Anrile с Lumine, можете даже написать об этом в комментарии или даже написать мне в личку в телегу какой-то метод. Потому что я, допустим, каждый раз их настраиваю по 10-15 минут. И потом вообще забываю, какие конкретно параметры нужно редактировать. Но, насколько я помню, там нужно Area Shadows включить. И затем подкрутить уже всякие другие отвечающие за мягкость цвета параметры. И опять-таки работать будут эти мягкие тени от солнца только при Ray Tracing. Без Ray Tracing, чтобы были мягкие тени, уже нужно закидывать какой-то другой источник света, не солнца. Но сейчас мне это не очень важно. Я все еще продолжаю играться со светом и пытаюсь добиться каких-то красивых результатов. Также я еще пока крутил здесь эти тени, я забыл о том, что у меня Scalability стоит High. Ну, то есть качество картинки у меня стоит не максимальное, не Cinematic, а High. То есть просто высокое. На деле картинка еще чуть красивее будет выглядеть. Ну, тут такие стандартные параметры Color Correction, которые есть там, я не знаю, в Premiere, в After Effects и где угодно. Но я люблю играться с ними в самом Unreal, повторюсь, чтобы более наглядно наблюдать какой-то итоговый результат уже на экране. Думаю, этот момент я все-таки немножечко ускорю, потому что уж больно долго я мотаю эти параметры туда-сюда. А это вы можете как бы и без меня сделать, либо вообще сделать в какой-то сторонней программе. Также у нас есть здесь Bloom, методы стандартные и Convolution, если я сейчас правильно прочел. Стандартный он более, как бы это сказать, более грубо подбирает свет для Bloom. То есть он находит больше объектов для того, чтобы создавать им вот этот Bloom-эффект. А Convolution, он как-то более избирательно работает и у него и настройки более гибкие. Поэтому, когда много всяких пересветов, я зачастую использую Convolution вместо стандартного метода Bloom. Сейчас я еще немножко поиграю с материалом нашего человечка. Я вызвал здесь функцию S-Curve, то есть это работа с кривыми, как в любом, короче, цветокор с помощью кривых. И здесь, в зависимости от значения, которое мы ставим в Power, происходит либо увеличение контрастности картинки с помощью кривых, либо наоборот уменьшение контраста. То есть единица Power это типа кривая в степени 1, то есть никаких изменений. А допустим двойка в степени Power это уже типа большой контраст. Нолик это наоборот уменьшение контраста вообще прям в ноль. И поэтому я здесь поставил какое-то низкое значение S-Curve и вместо увеличения контраста у нас получилась менее контрастная текстурка. Также я добавил немножко металлик, металлик, виталлик, просто для того, чтобы наши цвета немножко больше сохраняли как бы свои оттенки, что ли. Вне зависимости от цвета и всего такого. Я, наверное, еще больше сделаю металлик. Хоть у нас персонажи не металлические, но вообще в материалах околоигровых часто выставляют значения металлик в каких-то объектах, которые даже не металлические. То есть опускают вот эту PBR-ность, что ли, и делают объекты металлическими, которые даже не из металла, просто для того, чтобы свет преломлялся тем или иным образом. Сейчас я собираю все имеющиеся у нас в паке заборы, чтобы наконец-то выбрать, какой нам нужен заборчик. В конечном итоге я остановлюсь на вот этом самом заборчике. И для того, чтобы проще было с ним работать, я немножко подкорректирую его встроенными средствами для моделирования в Unreal. Или я оставлю одно его звено и просто буду его дублировать туда-сюда, при этом оно даже не будет прям идеально стыковаться одна часть с другой. Для того, чтобы это идеально стыковалось, нужно уже экспортировать этот заборчик куда-нибудь в Blender или еще куда-нибудь и выровнять его идеально, ну или более-менее идеально. Мне такой идеализм прям не нужен, поэтому, ну, сейчас мы дойдем до этого самого моделинга и я покажу, как я просто подправлю этот забор прямо в самом Unreal. Так, ну а к заборчику перейдем еще немножечко попозже. Сейчас я пока что для наглядности поменяю материал наших чудиков с зеленого на фиолетовый, потому что такой синий-фиолетовый цвет у нас тоже был в этом паке. Пусть будут эти гоблины такого цвета для того, чтобы они лучше контрастировали с зеленой травой и вообще с такой зеленоватой локацией. Так, вот этот самый наш заборчик, который мы в конце будем использовать. Удаляем ненужное. Кстати, хочу напомнить, вернее, хочу сказать, что в Unreal для того, чтобы сохранить все вот эти, все изменения, которые вы внесли в бопринтах, в уровне и так далее, нужно нажимать Ctrl-Shift-S, чтобы сохранялось все. А теперь я наконец-то перехожу в режим моделирования и снова в поле Edit и проверяю, есть ли разные полигональные группы у каждого из частей забора. У каждой из частей их нет, поэтому я перехожу в 3 Select, то есть выбор треугольников и выделяю все части забора, которые нам не нужны. Затем просто нажимаю Delete и удаляю их. Остается только маленькая часть забора, но перед тем, как внести эти изменения, я забыл продублировать заборчик, чтобы оригинал тоже сохранился на всякий случай. Теперь я его продублировал и делаю ровно то же самое. Выделяю ненужные части и с помощью Delete их удаляю. Таким образом, не уходя в какие-то сторонние 3D-редакторы, мы произвели такие базовые деформации с нашим мешем. Вот это самое звено забора нам уже годится. И сейчас я буду его дублировать по всему периметру. Немножко поверну, сверю их между собой, чтобы они как-то слаженно состыковывались. И опять-таки повторюсь, что если нам нужна идеальная такая стыковка, забор он неровный. И если нам нужна идеальная стыковка, то нужно его перенести в какой-нибудь 3D-редактор и уже по сетке переправить, перемоделировать немного его структуру, чтобы он был правильным. Ну а здесь я просто немножко подгоню по повороту и по положению звенья этого забора. Чтобы оно сносно в таком постапокалиптичном нашем ключе сносно стыковалось, но без фанатизма. Ну тут я еще дублирую эти два звена забора в одну сторону и дублирую их в другую сторону. Ой, кстати, я забыл сказать, чтобы перейти в режим вид сверху, это режим вид сверху. Для этого нужно нажать Alt-J на клавиатуре. Alt-J. Для того, чтобы вернуться обратно в стандартную перспективу, нужно нажать Alt-G. То есть, G как G, типа, а J это буква J. Вот. Alt-J для вида сверху, Alt-G для перспективного вида стандартного. Вот. Немножко подкорректировал и думаю, что так она уже годится. Тут я переключаюсь между координатами локальными и глобальными, чтобы двигать объект по глобальным координатам. Дублирую. Ну и сейчас уже просто буду его раскидывать вокруг нашей так называемой фермы. Также здесь можно менять режим Unlead либо Lead, но лучше всего для вида сверху подходит режим Wireframe, как он и стоит по стандарту, поэтому его мы и оставим. Опять же повторюсь, ничего интересного уже здесь не происходит. Я просто дублирую кусочки забора, чтобы раскидать их вокруг нашей фермы. Впоследствии, когда мы перейдем к анимации, эти самые кусочки забора у нас будут еще и строиться нашим героям. Как мы будем их строить, это тоже отдельная интересная тема. Об этом поговорим на следующем тутере. Еще в сегодняшней статике единственный такой недостающий элемент это, получается, башни, которые построит наш герой. И эти башни я загружу уже опять-таки на этапе анимации, потому что башни они сразу не видны. Сегодня мы соберем только то, что у нас с самого начала видно. С помощью шифта выделяю цепь, цепочку заборов, дублирую их и получаем то, что получаем. Имеем то, что имеем. Нужно еще немножко поменьше сделать, сейчас полное пространство многовато, либо передвинуть этот наш домик. Вообще, несмотря на то, что наша серия тутеров, она про создание креатива в Unreal Engine с нуля, я, тем не менее, рекомендую вам посмотреть чей-нибудь базовый урок по самому введению в Unreal Engine, чтобы вам подробно рассказали про разные горячие клавиши, про еще какие-то азы, которых я не коснулся. Потому что я стараюсь обозревать только те штуки, которые мы по ходу действия используем. Если вы зайдете в мой Телеграм-канал, там вы, кстати, можете найти и эти самые полезные тутеры, которые можно посмотреть перед тем, как погружаться в мои уроки. Потому что в Телеге я делюсь не только своими уроками, но и всякими другими полезными каналами и всякими полезными штуками с других ютубов и так далее. Других ютубов. Также я сейчас выделю все эти заборчики и нажимаю правую кнопку мышки и Move to Create New Folder. Создаю новую папку для этих заборов и также я еще раз выделю их все и нажимаю Group. У нас создается Group Actor. Это такой объект, который группирует все эти наши заборчики воедино. Ну и немножко вместе с этим домом подвигаю это все, чтобы оно стояло симметрично напротив вот этой грязевого прямоугольника. Потому что вот в этом грязевом прямоугольнике у нас будет база наших этих орков, противников. Теперь я еще хочу немножко изменить материал земли. Я дублирую, нажимаю Ctrl-D и наш Ground Tile дублируется. Но я также вижу, что этот материал это Instance. То есть это дочерний материал от другого. Мы видим здесь Parent M Base Texture. То есть нам нужно изменить самого вот этого парента. для того, чтобы изменить какие-то свойства материала. Поэтому я Parent тоже продублировал и сделал наш продублированный материал земли дочерним к продублированному Base Texture. То есть и тот, и другой продублировал и задал между ними такую простую связь перетягиванием. Для того, чтобы не изменять оригинал. И сейчас всего-навсего я хочу изменить насыщенность, чтобы наша трава под ногами была более насыщенной. И убавить Specular. Ну и Roughness в единицу. Это я так на всякий случай кручу, чтобы убедиться в том, что изменяю нужный материал. А теперь Specular в 0.2. Подключаем. И видим, что трава автоматически стала более насыщенной и чуть более темной. То есть какие-то другие параметры крутить нам не придется. S-Curve, вот эту функцию добавлять к текстуре нам не придется. Достаточно просто вот так убавить Specular. Теперь я в ускоренной съемке показываю, как я просто дублирую наш измененный материал на всю остальную землю вокруг. Он относится и к земле, и к дороге. Поэтому я просто drag and drop перетаскиваю его на все вот эти объекты. И мы видим, что теперь земля более насыщенная, потому что у нее Specular поменьше. То есть вот этого отражения солнечного света стало поменьше. Теперь все выглядит еще более насыщенно. А теперь перейдем к такой интересной штуке, которая называется Foliage. Я нажал на Select Mode и заменил его на Foliage Mode. Это режим, в котором мы рисуем... Не помню, как переводится Foliage. Ну, мы рисуем, значит, деревьями, травой, камушками. То есть всякими предметами, которыми нужно заполнять как бы массово. Сейчас я смотрю на деревья и прочее. Просто drag and drop перетаскиваю их туда. То, что нам нужно. И сейчас мы будем ими рисовать по окружению. И все они будут сохраниться как бы в качестве таких инстансов. То есть они не будут особо нагружать наш проект. Будут, но не так сильно, как если бы это были отдельные объекты, скорее всего. И вот теперь я рисую. И мы видим, нарисовалась целая куча кустов. Откатываю это. И я хочу каждый из этих Foliage немножко подредактировать. Я выбираю их, ставлю на них галочки. Для того, чтобы рисовать каждым из них. А теперь редактирую. Спускаемся чуть ниже. И мы видим Scale X. Минимальный и максимальный. Допустим, от 0,1 до 0,2 будет рисоваться этот кустик. Снимаю галочки с остальных. И мы видим, что рисуются только кустики значительно меньшего размера. От 0,1 до 0,2. Все очень просто. Точно так же мы будем рисовать сейчас деревьями. И в конце концов еще и травы нарисуем везде. И там же видно количество добавленных этих объектов. Сейчас у нас целых 912 кустиков добавилось. Я еще удаляю ненужное. И сейчас видим, что деревья слишком большие. Точно так же здесь редактируем Scale от 0,1 до 0,5. А теперь деревья слишком маленькие. Сейчас мы снова подредактируем Scale. То есть здесь параметры Foliage. Самые основные параметры это Scale и Density. Density это частота или насыщенность. Ну, то есть то, насколько много деревьев на квадратный метр или там около того будет размещаться при рисовании. А, Density это плотность, точно. Насколько плотно они будут расположены друг к другу. С этим Foliage опять-таки можно долго играться. Ну и здесь я немало времени этому уделю. Так. Для того, чтобы стереть, я выбираю Erase Tool и провожу точно так же кисточкой, как и при рисовании. Также при Erase, насколько я помню, должны быть выделены те объекты, которые мы хотим стирать. Добавлю еще новые деревья. Такие вот высокие. Что это там? Сосны? Или нет? Не знаю. Помним, что вокруг этой главной фермы нам нужно оставить немного места, потому что вокруг нее будут прыгать и находиться наши враги. Поэтому не будем ее слишком захламлять деревьями. Также нарисуем вот эти кустики и деревья в каких-то более отдаленных местах. Но не слишком далеко, потому что наша камера не будет улетать в какие-то далекие участки этой карты. А как мы помним, в Motion мы не рисуем ничего, что не попадает в камеру. Периодически я нажимаю Ctrl-Z для того, чтобы откатиться назад, как и везде. А, кстати, для того, чтобы сделать шаг вперед, я нажимаю Ctrl-Y. То есть не Ctrl-Shift-Z, как во многих программах, а Ctrl-Y, как во многих других программах. Заставляю вот так вот этими деревьями, этими соснами или сикоморами, не знаю, нашу карту. И сейчас я еще сейчас или чуть попозже, я обнаружу, что здесь есть трава. Такая, которой можно порисовать побольше, чем этими кустами. И она будет смотреться лучше. И ее тоже добавим. Вот она. Она, кстати, лежит на таком выпирающем немножко холмике. Кстати, здесь же видно, есть Static Mesh, а есть Static Mesh Foliage. То есть такой Static Mesh объект, который как-то уже больше, что ли, пригоден для использования в рисовании Foliage. Я точно не знаю, чем он отличается от обычного Static Mesh, но выбираем, естественно, его для добавления в наш список Foliage. Видим, рисуется трава, но я вижу, что участки земли под этой травой, они отличаются по оттенку от нашей основной травы. Поэтому мы этот материал сейчас тоже подредактируем, чтобы сливалось. Не слишком заморачиваясь над какой-то красотой, композицией и прям красивым environment'ом. Скорее, просто заполняю таким, такой кучей. И здесь вот я заменяю сейчас Ground Tile на тот Ground, который мы изменили, которому мы убрали Specular. И теперь холмики под этой травой, они выглядят так же, как и основная земля. Сейчас я открыл материал M Plants. Это такой базовый родительский материал для всех растений. И в нем я хочу, хотел, вернее, что-то изменить, но в итоге я передумал. Потому что, в принципе, деревья и трава смотрятся так, как нужно. По ходу дела я это еще буду как-то допиливать. Но сейчас я думаю, что я буду доделывать нашего персонажа. Потому что он все еще смотрится очень-очень не очень. Тут я пытаюсь вспомнить, можно ли как-то отредактировать UV-шку для Skeletal Mesh. Ее вроде нельзя редактировать здесь. Ну, по крайней мере, заменить можно, а редачить нельзя. Поэтому я понимаю, что нужно подрисовать нашу текстуру для персонажа, если я хочу сменить ему окрас. А по итогу я хочу изменить цвет его этой самой рубашки. Потому что она смотрится очень так. Посредственно и тускло, что ли, в рамках этого ролика. Поэтому я экспортирую текстуру нашего героя. Открываю ее в фотошопе. И я перекрашу те участки текстуры, которые отвечают за цвет рубашки. Вот она текстура. И я создаю новый слой в фотошопе. И кисточкой какой-то вот оранжевый цвет нарисую сверху вот этого кусочка текстуры. Потому что я изначально решил, что вот этот кусок текстуры, он отвечает за рубашку. По итогу это будет неон. И мы вот этот наш раскрашенный слой еще переместим в другое место. Я закинул нашего персонажа в блендер. Для того, чтобы узнать на его UV-шке. Посмотреть, где находится именно его рубашка. На UV-карте. Вот. Я выделяю кусочки рубашки. И вижу, что на UV-карте появляются такие черные островочки. Это значит, что цвет нашей рубашки находится на вот этом втором сверху градиенте, синим. Значит, рисовать нужно на нем. Перетаскиваю нашу раскраску вот сюда. И сохраняю новую текстуру. Теперь посмотрим. Нажимаем правой кнопкой мышки Re-Import. И видим, что да, теперь мы покрасили рубашку. Но этот оранжевый цвет смотрится тускло. И сейчас я еще немножко его переделаю. Я просто продублирую цвет вот этот с краской. Сейчас он у нас стоял в режиме наложения Color. Для того, чтобы изменять только цвет. Но я его продублирую и изменю режим на... Пока что ничего не продублировал. Я просто поменял на Hard Light. И еще раз нажимаю Re-Import. Но я помню, что при Hard Light тоже у нас не смотрится как нужно текстура. Поэтому снова поменяю на Color. И, как я уже говорил, я просто продублирую этот слой. И изменю его на Darken. Вот. Это не столь важно. То, что я сейчас рассказываю. Наверное, вы все знаете, как редачить текстуры. Менять цвет и все такое. Но, чтобы не опускаться никакие детали, я говорю и об этом. Вот. Теперь у нашего персонажа рубашка получилась оранжевая. И он смотрится вполне себе сносно. После этих изменений. А теперь я хочу прямо в режиме моделирования создать плашку под нашего героя. Такую вот игровую, игровой такой кружочек зеленого цвета, который означает то, что наш герой выделен. Ну, как в стратегиях. Для этого я выбираю диск. И создаем вот такой вот диск. С которым мы сейчас еще немножко поработаем. Мы переходим в режим PolyEdit. Выбираем единственный наш полигон. И здесь же находим Insert. Как в 3D-редакторах, здесь можно точно так же какие-то моменты редачить прямо внутри Unreal, не выходя из него. Я теперь просто выделил вставленный диск и удалил его. И остался только вот такой Circle. Диск, круг, иначе говоря. Так. И меня что-то здесь не устраивает. Мне не нравится то, что он, скорее всего, получится слишком тонким. Наш этот кружочек. И нужно сделать его немножко потолще. Это мы сделаем точно так же. Здесь же в режиме моделирования. Для этого мы перейдем в 3 Select. И выделим вот эти вот грани внутренние. Ой, ребра. Выделяем все эти ребра и видим, что их можно поскейлить вовнутрь. Тем самым сделать этот круг немножко потолще. Тянем за синий уголочек. И тем самым меняем масштаб по осям X и Y. Все. Получился нужный круг. Остается только создать для него зеленый светящийся или слегка светящийся материал. И получится искомая булажка под нашим героем. Создаю материал. Создаю материал. Называю его Matte Circle. Перетаскиваю его на наш круг. Создаю цвет. Кликая тройка и за левой кнопкой мышки для того, чтобы создать вот этот Vector 3. И задаю ему зеленый цвет. Но мы видим, что он смотрится очень тускло. Поэтому я выбираю материал и меняю тип материала на Translucent. То, что я до этого сделал, не обращайте внимания. То есть мы просто меняем тип материала на Translucent. Это такой тип материала, у которого есть только цвет, свечение и прозрачность. Ну и еще пара других параметров, о которых мы не будем говорить. То есть поменяли тип материала. И я еще добавлю умножение на маленькое какое-нибудь число перед входом в Emission. Для того, чтобы он слишком сильно не светился. Все еще, по-моему, светится слишком ярко. Еще поменьше. Ну и видим что-то такое светящееся, зеленое. Вполне годящееся для привлечения внимания на нашего героя. Чуть поменьше. Ну и, в принципе, с этой плашкой все. Перетаскиваем ее в нашего героя. И выбираем вместо какой-то кости, выбираем None. Для того, чтобы она привязалась не к определенной кости, а ко всему нашему герою. И еще я выбираю Hammer и редактирую у него материал. Потому что он сейчас слишком яркий. Хочу сделать его немножко потемнее. Начинаю вводить Lerp. И вместо Lerp в итоге решаю сделать умножение. Умножение на 0,5, чтобы материал стал немножко потемнее. Вообще это можно сделать и через Lerp, и через умножение. Будет абсолютно то же самое, только через умножение. Поменьше нодов. Поэтому это, думаю, более простой способ, что ли. Так, и теперь следующим шагом сохраняем. Не забываем сохраняться. И давайте перейдем на наш Sketchfab. И я здесь уже нашел Org House. Просто пишите Org House. И один из первых домиков, который нам выходит, это тот домик, который нам годится. Он бесплатный. Нажимаем Download. Выбираем FBX. Спасибо автору. Bit. Game. И перетаскиваем drag-and-drop наш FBX из этого файла в новую папку. Org Base. Так, Create New Materials. Все, окей. Импорт. Не меняем настройки. И теперь закидываем текстурки от нашего орковского дома. Все, которые есть. Закинули их в проект. И точно так же, как обычно, вкладываем их в материал и подключаем их в нужные слоты. Emission в Emission. И так далее, и тому подобное. Так, материал готов. Загрузили орковский домик. Видим, что он слишком маленький. И увеличиваем размер на 100. Вернее, в 100 раз. Как я так близко приблизился к этому домику, я нажал F. То есть, английское F на клавиатуре центрирует камеру, фокусируется на выделенном объекте. Вот. Выравниваем его где-то там. Меня немножко смущает то, что дом, он в какой-то фэнтезийной стилистике, а у нас такой типа постапокалипсис. Поэтому я начал летать туда-сюда по объектам и пытаться добавить что-то или забавное, или подходящее под этот орковский домик. Сейчас я вообще его в какой-то момент превратил в чамбакет планктона из губки Боба с этим ведром на голове. Сейчас я его удалю. И в конечном итоге я оставлю возле него такую вот вышку. Думаю, что с этой вышкой смотрится немного странно, но годится. Такая смесь чего-то современного и чего-то фэнтезийного. Сейчас я пока просто летаю по папкам и пытаюсь придумать, что же еще загрузить в нашу сцену, чтобы сделать эту статику более полноценной. Ну и перед тем, как что-то новое загружать, я дублирую наших орков, наших чудиков и раскладываю их по местам вокруг нашей базы. Просто дублирую, вращаю, перемещаю. Здесь я хочу сделать орка побольше. Мы видим, что я продублировал его случайно в рамках самого вот этого объекта. То есть я продублировал не самого эктора, а его содержимое. Так, это произошло так быстро, что я уже двинулся дальше и заменил материал нашему чудику. Но если вы помотаете назад и увидите, как я случайно его продублировал внутри самого себя, то заметите, что там произошло. Я вспомнил, что я хочу добавить и добавил такую поломанную машинку. на вот этом вот конце дороги. Также я закину доски нашему герою. Немножко их подредактирую. Сделаю чуть поменьше. И пусть они лежат у него на заднем дворе. Прямо под навесом. Еще закину шины возле этой сломанной тачки. Ну и еще парочку элементов декора. Опять-таки, я собрал всю эту сцену примерно за три часа. А вы, если вдруг захотите повторить все то же самое, вы можете потратить намного больше времени и получить какой-то намного более крутой результат. Теперь кликаем на значок камеры и нажимаем Add Level Sequence. У нас появляется такой секвенсор и пустая секвенция. Чтобы что-то на нее закинуть, давайте добавим камеру. Добавляем синий Camera Actor. И это кинематографичная камера. Вот она у нас появилась. Я ее кручу-верчу. Но лучше ее двигать от первого лица, так сказать. Поэтому я закидываю ее в наш секвенсор, кликаю по значку камеры и вот мы уже внутри этой камеры. Летаем, как в обычном вьюпорте и выбираем подходящий ракурс. Далее в настройках Film Back я указываю значения Width и Height в одинаковое значение в высоту и ширину. Допустим, 30 и 30 миллиметров. Чтобы камера стала квадратной под наши цели. Так вот мы выставляем камеру. Еще здесь интересная штука в камере это Dirt Mask Texture. В эту самую Dirt Mask я вставляю нашу ресайзную сетку. Я сейчас ее закинул в Unreal и помимо того, что мы ее присоединяем, мы еще и Dirt Mask Intensivity ставим в какое-то большое значение, чтобы она стала видна. Вот. Саму эту маску белая сетка на черном фоне вы можете сделать за 2 минуты в любом фотошопе или где угодно. И она будет пригодна для Unreal в таком вот виде. Еще для того, чтобы работал Dirt Mask нам обязательно должен быть включен Bloom. Либо в камере, либо в постпроцессе, но обязательно нужен Bloom. То есть, потому что это Dirt Mask, она создает как бы грязь на камере. А без какого-либо бома эта грязь, она как бы не будет влиять на картинку и мы не будем видеть нашу сетку. Ну и под конец, по завершении, я еще немножко повожусь с этой травой. С Foliage. А вам хочу сказать спасибо за просмотр. Хочу напомнить, чтобы вы подписались на наш Телеграм-канал. Еще напоминаю о существовании Бусти. А также хочу поблагодарить своих текущих подписчиков на Бусти. Это Родионов и Павел Гуторов. Спасибо вам большое за подписку. И спасибо ребятам, сделавшим донат. Это Алан или Алан и Костя Родин. Спасибо большое, ребят. Ваши донаты и подписки я очень сильно ценю, и они помогают каналу. А на этом все. Ждите следующий тутор ориентировочно в следующие выходные, так же, как и этот. И там уже начнется интересное. Там уже будет анимация и секвенсер и всякие другие интересные штуки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok